В моей связи режиссер Юрий Мамин. Юрий Борисович, здравствуйте. Приветствую, Владимир. Как раз хотел начать с вами с актуальной повестки. Вот сегодня председатель СИ прилетел в Москву, его встречает Владимир Путин. Многие считают это таким важным, знакомым визитом, что Китай вовлекается в эту войну, в самую крупную войну в Европе, если считать, ну, скажем так, после Второй мировой войны. Насколько для вас это важна история? Следите ли вы за визитом китайского лидера и что об этом думаете? Я слежу за событиями, которые проходят вокруг Украины, вокруг этой войны. Конечно, я знаю все, что связано с визитом СИ в Москву, но примерно то же, что знают все и что вы. Я жду, что он скажет Зелемскому. Вот это и будет ответ на вопрос, с чем он приехал и чего он добился. Там есть два варианта только, как рассматривает мир. Даст ли он оружие летальное России или он приехал для других целей, для того, чтобы уговорить Путина свернуть операцию мгновенно. Вот такие возможности две есть. Поэтому самое любопытное, что он скажет Зелемскому. На ваш взгляд, если вообще проанализировать этот период после 24 февраля, то, что Путин принял решение о вторжении в Украину и то, что последовало дальше, не получился близкрик. В общем, какие-то планы, которые, вероятно, были у Кремля, они не сбылись. Вот для вас это стало неожиданностью? Вот то, что эта война пойдет именно по такому сценарию? Нет, я не знал, что она пойдет именно... Надеялся на то, что Украину будет... Это все говорили. Украину будет взять непросто. Это я знал. Что война начнется, было очень возможно, потому что в течение года стягивались силы. Мы ожидали этого буквально каждый день. Но когда этого очень долго ждешь, вот человек идет по какому-то порытвинам, по колдовинам и думает, что он должен споткнуться. Но когда это происходит, даже через полчаса, ты все равно немножко удивляешься. Да, конечно, она удивляет. Но поведение Путина меня не удивило. Дело в том, что он действует в соответствии со своим представлением о своем месте в мире. Он думает, что он избранный. Он думает, что его ведут высшие силы. Они ему всегда помогали. И на него, собственно говоря, и делает все окружение ставку, потому что считают его везучим. Во всяком случае, до сегодняшнего момента считали его везучим. Сейчас они не знают, как с этим поступить, потому что они втянуты очень сильно. У них тоже нет выхода. Они участники, соучастники преступления. И они это понимают. Другой вопрос, что он, конечно, понимал. Мало того, как профессор Соловей говорил, у него был такой пастырь, который его в течение двух или трех лет вел. И все его предсказания, все его рекомендации удивительно добывались. Первое, по-моему, он не послушался Путин, как я помню из рассказа. А потом он стал его слушаться целиком. И тот покинул наш бренный мир. Путин остался ни с чем. Но тогда он стал обращаться к шаманам, ко всяким, вообще говоря, прорицателям, предсказателям. Шойгу ведь так и возвысился, из-за того, что он познакомил его с шаманской деятельностью. Он свозил его несколько раз в Сибирь и дал ему такие внутренние силы убежденности, что он сможет и победить, и осуществить свои мечты. Он же не с нами разговаривает. Он разговаривает с теми, кто там выше. Какие-то силы, которые трудно понять, откуда они, сила добра или зла. Во всяком случае, он считается благодарим, гораздо более сильным, чем все руководители всех государств мира. И вот этот анекдот, который я приводил в разговоре с Машей Максаковой, когда этот анекдот, знаменитый человек, который верил в Бога, был ему верен, во время наводнения сидел на своей крыше, ему предлагали спастись, подъезжали лодки, он говорит, это вы грешники, вы можете погибнуть, но я-то, который всегда был верен Богу и никогда не грешил, меня он спасет. Вот, наконец он утонул, является туда в божественную канцелярию и говорит, почему ты меня не спас? Господи, ведь я был так тебе верен. Я тебе предлагал лодку, я тебе столько возможностей дал, но ты не согласился. Вот мне кажется, что Путин находится примерно в таком положении сейчас. Он надеется на то, что не даст ему вот эта верхняя сила погибнуть. В последний момент она его спасет. Поэтому он такой упрямый. Вот этим я его упрямство могу объяснить. Все говорят, ну это безумие, что ты делаешь? Ты ухудшаешь с каждым своим шагом свое положение. Положение себя народа, страну, на народ, на страну. Ему наплевать свое, свое РНМ, свое будущее, свое место в истории. Но он думает, что вот в последний момент ему протянет руку та высшая сила, на которую он рассчитывает. А на вот взгляд появления Путина, рождения Путина, формирование его как политика, как вождя, почему это случилось? Это было неизбежным? То есть или это все-таки какой-то случайный элемент? То есть мог ли в России появиться кто-то, не похожий на Путина? Или вот здесь все-таки есть эта закономерность? Ну, конечно. Я убежден, что мог появиться и не бандит. Он уголовный тип. У него уголовная психология. Впервые откровенный уголовник возник на троне. Хотя и до этого были у нас не спинозы, вообще говоря, руководители государства. Мало того, я даже не помню, чтобы у нас были удачные цари. Ну, считается, Петр Первый наиболее внятный, потому что он совершил очень важный поворот в жизни России. Он повернул, открыл окно в Европу, как сказал Пушкин. Повернул лицо к Европе, стал поначалу просто декорироваться под Европу, заставил просто избавиться от бород, говорит на иностранных языках, носить иностранные комзолы, костюмы. Но, как оказалось, это важно. Через сто лет возникла самостоятельная культура, искусство, литература, музыка, живопись. И вышли на первый план, стали осуществлять влияние, сильное влияние на весь мир. Эта культура так сильна, вне зависимости от того, что о ней говорят. Как античная культура, как Эллада, от нее не избавишься. Она часть мировой культуры и останется с ней. И просто она совершенно другая, нежели эта страна, это государство и это население, и это правительство. Оно всегда было другим. Ведь культура и искусство были всегда во вражде с властью. Собственно говоря, самые великие и почитаемые нами деятели, но особенно, конечно, в литературе, потому что с музыкой это абстрактное искусство, с ней чего тут бороться. Могут быть личные мнения. Глинка, переезжая к границу России, снял с себя всю одежду, плюнул и сказал, слава богу, покидаю эту страну. Потом, правда, вернулся, сделал оперу «Жизнь за царя», хотя, как ее назвали, может быть, не. Но это было нормально. Собственно говоря, в нашей стране, тоталитарной, самодержавной, нет другой психологии. Конечно, «Жизнь за царя» – это то, что определяет и сегодняшнюю психологию многих-многих россиян. Вообще, надо сказать, что страна ведь очень сильно разделена на два лагеря. Неравные, конечно. Но если бы можно было отделить вот ту часть, которая молчит, которая сидит по тюрьмам, которая уехала, это была бы совсем другая Россия, совсем другая страна. Как ее можно отделить? Как можно сделать другие школы, другой способ правления, другие взаимоотношения между людьми, основанные на взаимном уважении, на честности, когда любого мерзавца, жулика, мошенника можно было бы сразу же отослать туда, в другую Россию. Вот это была бы мечта. Но это утопия. Я не договорил, не ответил на ваш вопрос. Да, были неудачные. Надо сказать, он ловкий парень. Он ловкий парень, время требовало таких людей. Не случайно он оказался в группе у Собчака. Собчак на моих глазах очень сам сильно изменился. Знаете, дело в том, что когда-то я хотел поставить сериал по истории Ваньки Каина. Знаменитая история. Был такой беглый мошенник, вор, который вдруг перешел на сторону правительства. Это была первая половина 18 века. Это была уже не Анна, Елизавета Петровна была на троннику. И он предложил свои услуги. Россия была поражена огромным количеством мошенников, преступников. Банды бродили по городам, по улицам. Москва была наводнена ими. Они ночевали во всех притонах и даже в церквях. Во всех... Где только можно было. И надо было от этого избавиться. Когда он предложил свои услуги, за это схватились полиция российская или органы власти, которые тогда существовали, они дали ему возможность организовать в Москве свой дом, свою школу, где он воспитывал, как Феджин в Оливере Твисте, воспитывал своих учеников, молодых воров. Ну, в общем, это большая история. Другой вопрос. Что когда он сумел сделать разоблачение крупное, несколько попалась организация разбойных, и он пришел просить у властей какую-то мзду за это, деньги, но я же ведь поработал, я принес вам столько вообще средств, я столько принес государству пользу. А ты что, разве что не награбил, сказали ему? Нет. Ну тогда ты просто дурак. Мы тебе не верим, ты должен был оттуда сорвать свой куш. Но если ты такой идиот, пеняй на себя. Нам дураки не нужны. И тогда он сказал, знаете, я сам вор, я живу в этой, так сказать, системе воров, но таких бандитов, какие управляют российским государством, я никогда не видел. Это просто они, мне дают фору вперед, ну просто за ними не угнаться. Вот это примерно то, что существует в России с тех времен. Когда я был знаком с Собчаком, он только начинал, он был еще депутатом Верховного Совета, и обратился ко мне, не помогу ли я ему сделать себе так реноме, для того, чтобы получить место в депутатском корпусе с моим фильмом «Фонта», который тогда получил главный приз в Одессе, нашумел, был главным гвоздем сезона. Я согласился, потому что мне он был симпатичен, он был хороший оратор, он очень ярко выступал в Думе, он призывал к свободе, прекрасно говорил. Он мне сказал, что он хочет сделать из Ленинграда свободную экономическую зону. Ленинград – это порт, сюда все флаги к нам, по еще велению Петра. Мы сделаем свободную зону, он вполне может себя обеспечить, мы покажем, как Россия может жить, какая она может быть прекрасная. Но его задавили из Москвы, прежде всего Лужков и все, кто окружали. Они лишили его всяких средств, живи сам. В конце концов, у него не было даже копейки, чтобы пригласить иностранных гостей, чтобы что-то заключить с ними. Он вынужден был пойти на сделку с какими-то преступными элементами, которые что-то у него получили, но так мало не бывает. Палец отдал, руку откусит. Но он стал богатеть, забыл совсем о своих первых взглядах и в результате превратился в то же самое, что и окружение. То есть с волками жить, поволчь и выть. Вот это, собственно, этот принцип господствует в России, в ее правительстве. С волками жить, поволчь и выть. На ваш взгляд, вот в этой истории про ворюка-кровопийца, если вспомнить Бродского, что говорят, что все наместники ворюги, но любой ворюк мне милее, чем кровопийца. Но мы знаем, что ворюги часто становятся кровопийцами. Это одна история. А с другой стороны, вот если вспомнить ваш фильм «Бакенбарды», как раз про пушкинистов, которые носили бакенбарды, и, в общем, сформировали тоже такую тоталитарную модель. В этом усматривается некая миссия, даже некие идеалы, которые эти люди пытаются внедрить. На ваш взгляд, вот есть ли совмещение этого условного политического криминалитета с некой миссией, которую они пытаются, скажем, навязать пастве, аудитории, электорату? То есть совмещаются ли там такие вещи? Или простой уголовный прагматизм? Больше денег, больше власти, больше удовольствия. Как вы это видите? Я думаю, что вот то, о чем вы говорите во второй части вашего монолога, с этого начал Путин. Да, больше денег, больше власти. Он все сумел саккумулировать, что только мог. Он собрал вокруг себя таких же алчных людей, бандитов. Я должен сказать, что алчность, коррупционность – это болезнь, которая не излечивается никогда. И самое страшное, перебью немножечко, пущусь чуть-чуть вперед. Если о будущем России говорить, то эти люди же ведь, которые останутся на своих местах или поменяют свои места, они будут все равно работать. Они все равно будут осуществлять какую-то миссию, будут выполнять какие-то обязанности, функционировать. Вот они же не изменятся. Они не смогут стать, что называется, стать честным, порядочным невозможно, если ты не воспитан с детства. Честность – это такой вариант, когда ты не возьмешь кошелек, лежащий, когда никто не видит, потому что он тебе не принадлежит. Ты его постараешься найти, вернуть. Но у нас даже такой вопрос сейчас не стоит. Да, с этого начинали они, со стяжательства, жуткого стяжательства. Но потом решили подумать, Путин решил подумать об истории. Ему напели столько дифферамов, такой лестью, что он действительно подумал, что он, наверное, великий человек. Раз ему все удается, он, наверное, не только обласкан Богом. Он особый человек, он действительно избранный. И вот эта избранность его заставляет его подумать теперь об истории. Какое место он займет? Он представляет себе, он хочет жить очень долго. А после смерти он надеется тоже как-то существовать. И чтобы его место было почетным, чтобы его схваляли как Наполеона или какого-то там подобного великого человека. Для него это было очень важно. Но он никак не понимал, что это у него. Он споткнулся о коррумпированность своей власти. Выяснилось, что армия разворована, что он ничего не может, вообще ничего нет в стране. Люди не могут обеспечить даже своих мобилизованных. Ни одеждой, ни едой, ни оружием. Это так всюду. Дорог нет. Образования нет. Природа дышит наладом. Сколько отравлены рек? Никто за это не наказан. Сколько вообще люди травятся химикатами? Какая пища продается? Как соотечественники травят друг друга? Что они изготавляют? Но это давно было. Это много историй у меня есть, которые я могу по этому поводу рассказать. Так что вот такое преобразование произошло. Да, ему важна миссия. И вследствие этого в течение последних, вероятно, 20, ну, может быть, 15 лет идет усиленная пропаганда. Вот они и создают. Они создают вот этот имидж, эту подкладку, эту идейную, как бы, составляющую своих преступлений. И все идут на это. Надо сказать, что сегодня я с утра послушал ответ этой самой нашей ведущей, как ее... Скобей. Нет, нет, не Скобеева, а армянка наша. Симонян? Симонян, да. Симонян сказала. Да, она сказала, они хотят этим решением, объявив Путина преступником, они хотят сварить из нам, для нас суп, из картошки и дерьма. Но мы не хотим. Мы хотим остаться прежними. Что значит остаться прежними? Надо сказать, когда смотришь на них, то ты не понимаешь, чего они хотят? Остаться такими отвратительными мерзавцами? Но они ведь этого не понимают. У них перевернутое представление о добре и зле. Но мы знаем это в истории. Ведь когда пришли большевики, они тоже заставили относиться к образованным людям, которые были носителями культуры, воспитанные. Они были изгоями, стеснялись. Они пытались выдать себя за отпрысков рабочего класса или крестьянства. Все начинали неправильно говорить, плохо одеваться и так далее. Это любили большевики. Они сумели назвать белое-черное. Они сумели создать абсолютно новые идеалы и этому подчинить все общество. Вот так происходит и сейчас. Оказывается, население можно подчинить новым идеалам совершенно невероятным. Но для этого нужно, чтобы население было невежественным. Вот в отличие от Александра Невзорова, я утверждаю, что культура – это единственное лекарство, которое может спасти людей от невежества, от веры в пустые мёртвые идеалы, от того, чтобы стать фанатиком абсолютной глупости и преступлений. Культура, которая позволяет анализировать увиденную информацию, критически смотреть на вещи, мыслить просто, вот умение мыслить – вот это необходимо, это создаёт только культура и искусство. А искусство даёт возможность человеку испытывать эмпатию. Вот что отличает, на ваш вопрос отвечаю, что отличает Путина от других возможных его соперников или тех, кто мог прийти вместо него, у него полное отсутствие эмпатии. У этих людей она есть, они что-то могут жалеть, большинство людей. У них есть что-то дорогое за душой. Либо родственники, либо знакомые, либо учителя, либо что-то такое. Этот человек равнодушен ко всему. Ему не важно, гибель и миллионов соотечественников, людей, живущих в другой стране. Он думает только о себе, о своей власти, о сохранении своего имиджа, о своем будущем. Вот так я думаю об этом человеке. Ну, кстати, если говорить о культуре, искусстве и об интерпретациях, потому что не так давно у меня с коллегой была дискуссия. Мы, в общем, на одной стороне просто рассматривали произведение «Обитаемый остров» в Стругацке, которое многие в контексте всей этой истории вспоминают. И здесь, смотря как посмотреть на сюжет, условно говоря, на стороне того парня Максима Камерера, который прилетел и, скажем, хотел освободить, или с точки зрения государственников, которые хотели сохранить порядок в этой существующей системе. И чтобы избежать хаоса в их представлении, нужно было все это дело каким-то образом поглотить и проглотить. И здесь начинаешь задумываться, то есть можно же по-разному трактовать, в том числе и такие культовые литературные произведения. То есть мы смотрим на Максима как на передового парня, который приехал для того, чтобы всех освободить, но можно смотреть из другой точки зрения. Вот, возможно, Путин, условный Путин, его коллективная составляющая, они просто смотрят с другой стороны, в том числе на какие-то культурные, исторические и прочие процессы. Как вы так считаете? Мы тоже не являемся криминальными людьми, мы не уголовники. Мы же не проходим мимо витрины, чтобы сразу пришла мысль, как бы снять это стекло, таким образом я могу прийти сюда и унести все, что там лежит. Такая мысль вас не посещает, вы думаете о своей программе, о передаче, о своей семье. У вас другие интересы. Поэтому мы смотрим с разных сторон. Вот эти люди вдруг оказались у власти. Абсолютный криминал. Да, были монархи, глупые, ничтожные, как Николай II, но это были люди все-таки, которые имели определенную культуру, воспитание. Были вещи, которые для них абсолютно закрыты, запрещены, не могли через них перейти. Они могли изменять своим женам, бывали всякие слабости, они могли испытывать страсть к алкоголю, к наркотикам, к чему угодно, могли не любить, скажем, общение, как Николай II. Очень боялся всяких приемов, поэтому он, собственно, не пришел на встречу с рабочими 9 января. Уехал в Царское Село не потому, что он был такой злодей. Не хочу я общаться, сказал, наставил их на откуп своим министрам, которые поступили жестко. Вот, ничтожные, но они не были уголовниками. А у этих психологи уголовника, мочи в сортире, вообще все, что он делает, все, что говорит, какие анекдоты рассказывает, что ему нравится, какие у него вкусы. Ну, он невежественный человек, да? Вообще о нем хотелось бы поменьше говорить. И так придется. У нас вопрос от зрителя. Майкл, а, Михаил Шейтельман спрашивает у вас, ожидал ли Юрий Борисович, что его фильм «Бакенбарды» станет пророческим, и новые фашисты действительно поднимут на свой флаг Пушкина? Ну, надо сказать, что все повторяется в истории, особенно в России, она идет по кругу, поэтому мы вынуждены, если знаем эту историю, вынуждены предполагать, что это повторится. Вообще, я вам должен сказать, я всю жизнь занимался тем, в искусстве, скажем, как кинематографист, что создавал портрет России. Портрет России того времени, это был праздник Нептуна, портрет начала перестройки, это был первый фигурат, фильм «Перестройки», который сразу вдруг настолько прогремел на пятом фестивале кинематографистов, он, собственно, был гвоздем. Когда меня туда пригласили, Ролан Быков меня разыскал, бросился мне на шею. Я был вообще главное событие этого времени. И сказали, вот, вот это новое кино, нам нужно новое кино, вот оно, кино, которое смеется над идеалами прошлых застойных лет. Это было первое. Потом был фильм «Фонтан», который получил главный приз в Одессе. Надо сказать, его пытались закрыть, как коммунисты против него выступали. В том числе и директор этого фестиваля, режиссер Говорухин. О, сколько он вообще там интриговал для того, чтобы получить, получил главный приз Михалковского, очень черные фильмы. Но новое было время, пришли новые люди. И другой жюри, другие, фестиваль, какой замечательный жюри. Рязанов, Коротич, Жванецкий. Ну, там, примтуши к ним, Глазунов и Богословский. Но они не решали ничего. Вот эти три человека все решали. И собрание, журналисты, которые заклевали тогда Михалкова после этого фильма, заклевали еще другие картины. Это было совсем другое время, когда Россия могла стать гражданским обществом. Я очень на это рассчитывал. Я был идеалистом. Когда мне предлагали государственную премию, я отказался от нее, потому что фильм «Фонтан» не шел. Я говорю, для меня лучшей премией будет, когда он пойдет, а вы его не выпускаете. Я вынужден его возить по всяким городам, когда собираются огромные аудитории в Доме культуры, во Дворце культуры. Я возил свои картины, буквально. «Праздник Нептуна», «Фонтан», «Бакенбарды». Они не выходили на экраны. Они шли в кассетах. Понимаете? Поэтому я очень рассчитывал на это. Но, к сожалению, я ошибся. Вы знаете, дело в том, что вот это перестройка Горбачева, которая дала свободу властность, выпустила людей, которые сидели по лагерям. Они стали властителями дум. Они появились на экранах. Они стали говорить зрелые, интересные вещи. Даже люди, которые потом испортились, они были гораздо лучше в дни перестройки. Но эта же перестройка дала свободу и жуликам, жулью, и людям криминальным, ловким. Тут Америка еще подбавила, когда предложила вообще распустить, дать свободу экономике, бизнесу. Фридман приехал и сказал Ельцину, отпустите. Это будет уж, сказал. Я читал книгу наемик Кляйн, который рассказывал про это очень подробно. Это будет он. Ничего подобного, сказал Фридман. Экономические законы все организуют. Сорганизуется все, вся экономика и Россия. Она сорганизовалась, но вот она стала криминальной в результате. Изменились вкусы, изменился внутренний моральный императив общества. Не стало стыдно быть вором, если ты успешный, если ты много наворовал, да еще не попался, тебе все подражают. Не стало стыдно подавать руку человеку нечистоплотному. Люди на глазах у всего общества, на экранах телевизора и интернета совершают такие подлости, настолько не боятся себя замарать, показать себя абсолютными мерзавцами, лестивыми подонками. Не боятся этого, лишь бы угодить начальству. Вот это страшное время, о котором когда-то говорили при Николае Первом. Похоже, нечто было, но сейчас хуже, вероятно. Да. Когда Пушкин, разговаривая в обществе, услышал разговор. Да, Николай Первый, конечно, он жесткий, но как он дисциплинировал, все-таки он умница, как он Россию поднял, заставил всех работать, сам приходит, во все вникает. Да, хорош, что он хорош, сказал Пушкин, но дураков наплодил столько, что на наших правнуков хватит. Вот примерно то же самое произошло. Вот сейчас Россия наплодила столько идиотов, и хватит на несколько поколений вперед, потому что и учиться не у кого, понимаете, и учителя тоже оставляет желать лучше. На ваш взгляд, был ли другой путь? То есть понятно, что происходили процессы, такие тектонические сдвиги, когда Горбачев объявил перестройку, гласность, открылись какие-то шлюзы, это все было в новинку, потом 90-е, гельсиновское время, переход с плановой экономики на капиталистическую, ну и в общем много всего того, что еще общество постсоветское не переживало. Был ли другой сценарий, была ли другая возможность? То есть, условно говоря, вот было что-то хорошее в перестройке, но и побочные эффекты достаточно сильные. Можно ли это было избежать? Как вы считаете? Да, можно было. Нам не повезло с Горбачевым. Он сделал очень большой шаг, но у него не было планов. Они были абсолютно непродуманы. Смотрите, как он метался. То борьба с алкоголем, когда начинают вырубать виноградники, которым по несколько сот лет. Он метался из стороны в сторону. Он боялся, да в общем, какая ЧП это, собственно говоря, было с его подачей созданной. Не случайно он уехал, форос и ждал результатов этого самого действия. Поэтому в данном случае эти люди действуют по обстоятельствам. Вот в чем беда. Они не смотрят в будущее, у них не хватает воображения, культуры, образования, знаний. А какая у него партийная школа? Ну что это человек? Он выделялся среди своих коллег. Но сам-то был все равно ограниченным очень человеком. Весьма, весьма ограниченным. С его речью, с его идеями и так далее. Сделал очень хорошее дело. Я ему благодарен. Если бы не он, я вообще не появился бы. Фактически моя карьера вся состоялась благодаря ему. Ведь заметьте, я тогда был, как первый режиссер «Перестройки», был очень тогда популярен. Все мои картины, включая «Праздник Нептуна», он же заменил «Рязановскую карнавальную ночь». Шел каждый год по телевидению под Новый год. Но там потом Михалков начал с этим бороться очень сильно. Он всю жизнь свою посвятил отчасти тому, чтобы как-нибудь меня поставить на место, убрать, чтобы меня никто не вспоминал. Убрали сначала и «Праздник Нептуна», не дали возможности окну в Париж заработать своего «Оскара», не дали много чего. Не дали возможность поставить второе окно, окно 20 лет спустя. Это уже он применил все свои усилия, как я выяснил, чтобы не дать нам денег, чтобы затормозить проект, чтобы запретить этим людям, которые от него зависели, этим заниматься. Вот он как раз человек этого времени, нового времени. Он там вполне себя расположился. Он друг Путина и похож на него. Такой же. Нечистоплотный, мошенник, любитель власти, который предпочитает вот эти свои качества. Истяжатель, необыкновенный. Вот ради стяжательства променял все. Свой талант, который у него ярко проявился в 70-е годы, от всего отказался. Лишь бы для того, чтобы получить то, что дорого его преступному сердцу. Преступному. Но он и поглупел очень сильно, надо сказать. Раньше он был, когда он преподавал, я ведь учился в то время, когда у нас преподавали Рязанов, Данелия и Михалков. Он был значительно умнее. Это был 80-й год. 80-й, 82-й. У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте. Это Наталья Виталина и Екатеринбург. Я хочу поздороваться с Юрием Борисовичем. У него очень хорошие фильмы. Но хочу... Значит, о чем? Я недавно смотрела «Окно в Париже». Меня поразило, вот знаете, что вот когда ваш герой, они в Париже, он из Парижа ищет детей, нашел детей и говорит им, ну давайте возвратимся обратно на родину. Там ваша родина. Вы должны ее сделать лучше. И вот эти слова, конечно, меня поразили, что эти дети, вот которые тогда были дети в 90-х, должны были нашу родину как бы вот сейчас сделать лучше. Но в итоге мы пришли к тому, к чему пришли. То есть понятно. Ну, о чем еще хочу сказать. Вот сейчас моя дочь тоже мечтала стать... Она хотела быть режиссером, но не прошла в этом году курсы. Ой, она не поступила. Но хотела стать тогда оператором. Но у нее ничего не получилось. И она в конце концов вообще уехала из страны. Сейчас она в Казахстане. В общем, вот и она говорит, я лучше дальше поеду. То есть она не хочет, я говорю, может быть, как-то все-таки здесь когда-то что-то изменится, может, ты вернешься. Она говорит, а я не вижу будущего этой страны. И вот мне это так вот, знаете, задело сразу. Я понимаю, они уже то ли, не знаю, как это передать, то ли они разочаровались в этой своей родине. Не знаю. Ну и вопрос к вам. Вы что-то, чем вы занимаетесь? Снимаете ли что-то? Какие-то спектакли? Ну вот расскажите немножко, чем вы занимаетесь? Большое спасибо. Спасибо вам. Хорошо, я в двух словах скажу. Я приехал в Штаты в надежде, что буду снимать здесь кино. У меня было несколько предложений. Мало того, мы начали переговоры вести. Меня здесь знают, мои фильмы здесь покупали. Бакенбарды шли. Я был на фестивале в Сан-Франциско. Это было связано с очень приятными воспоминаниями. Познакомился здесь с очень важными людьми. С Верховеном, с Полом, например, с режиссером, с балериной Макаровой. Ну и так далее. Короче говоря, и «Окно в Париж» был здесь фильм. «Окно в Париж» просто покупали. Купила Sony Pictures и хотели ему даже, чтобы он вышел на «Оскар». Поэтому в Америке у меня было много людей, знакомых. Мы разрабатывали даже проект «Плывем на Гавайи». Здесь был совместный проект с американской фирмой. Я рассчитывал на то, что запущусь. Но тут возник спид. Как он называется? Ковид. Ковид. Эпидемия ковида. Какое кино может быть? Это же, вообще говоря, абсолютно противоположное тому, что может быть для кино. Люди не могут собираться, причем снимать массовку и так далее. Кино немножко захерело, надо сказать. То, что снимается сейчас и предлагается, оно уже не в такой степени. Но я рассчитываю на то, что некоторые проекты мои мне удастся все-таки продлить. Но пока этого не происходило, я не мог сидеть без дела и затеял программу, открыл свой канал, программу «Дом культуры Юрия Мамина», которая выходит у меня нерегулярно. Ну, я когда успеваю... Слава Богу, я не связан с обязательным вопросом телевизионным выходить. Когда-то я выпускал программы и должен был поспевать к срокам. Это, конечно, дисциплинирует. Но тут я могу все-таки позволить себе улучшать ее, сделать гораздо более подробный обзор. Задача программы вопротить забытые памятники культуры, забытые имена. Они действительно забыты. Этому способствуют и общественные события, другие заботы политические. Отчасти интернет, который с детства отвлекает детей от чтения. Просто они увлекаются интернетом, играми, и они не обретают привычки читать. Человек, который не читает, это полукультура. Это знание моды, это умение как-то, так сказать, выбрать себе костюм, о чем-то разговаривать. Но это полное отсутствие культуры. Нет возможности понимать перспективу развития мира, страны, свою. Поэтому они невежды. Эти люди, которые заканчивают институты, не учащие по существу, потому что родители вкладывают деньги в их образование, образование платное, не конкурсное, чтобы избавиться на 4 года, получить возможность зарабатывать деньги, делать себе карьеру. Они не получают образование по существу. И выходя из института, большинство по существу лимпины. Они не владеют своей профессией в том плане, чтобы соответствовать современным требованиям ее. Они занимаются чем угодно, чтобы только заработать деньги. И вот этот печальный опыт заставляет меня возвратить ту потерянную культуру, а люди хотят знать ее. Я ведь открыл эту программу «Дом культуры» еще будучи в Петербурге. Мне предложили на канале 100. И когда я начал ее делать, а посчитали руководители канала, что она не будет воспринята обществом, потому что она слишком уж занимается культурой, кого это особенно интересует, для избранных, тогда стали ее выпускать в 0 часов с 12 ночи до часу ночи. И вы знаете, через несколько месяцев она стала едва ли не самой популярной программой в Петербурге. Я не мог пройти, зайти в магазин, потому что каждый продавец начинал меня упрекать о том, что я слишком поздно показывал, и он не выспался. Эти люди, которые были совершенно далеки от культуры, им было очень интересно узнать о тех фамилиях, которые они слышали, но ничего не знали об этих художниках, композиторах, писателях, узнать о каких-то новых фильмах. Им было интересно. Людям не хватает этой культуры, они жаждут, чтобы стать поумнее, лучше разбираться в мире. Им интереснее жить с этим. Поэтому я решил видеть ее. И надо сказать, аудитория у меня не очень большая, потому что я еще не вписался ни в Телеграм-канал, ни, скажем, еще в какие-нибудь другие области. Я занимаюсь только на Ютубе этим. Но у меня все-таки несколько, более, около 20 тысяч или там 15 тысяч подписчиков. Пока это примерно то, что отделяет людей, интересующихся культурой, от общей массы, которая занимается чем-то другим. Но сегодня, конечно, все интересуются политикой, потому что она определяет будущее мира. И она происходит здесь, близко, между Россией и Украиной. И весь мир за этим следит. Но к вопросу о фильме, конечно, «Окно в Париж». Вот там действительно финальный кадр, когда он обращается, главный герой обращается к детям, они не хотят возвращаться. Вот как раз то, на что обратила внимание наша зрительница в вопросе. почему они не хотят возвращаться? А должны ли они были хотеть возвращаться? Нет, они не хотели возвращаться. Нет, естественно, не хотели. Они хотят... Дело в том, что Россия 93-го года и Петербург, это то, что там показано, то, против чего устают мои соотечественники. Когда они увидели эту картину сейчас на фестивале в городе Марселе, это был фестиваль российского фильма. Эта картина выходила в 93-м году во Франции. Шла она под названием «Саладрюс». Вот у меня даде афиша висит как раз этого фильма. Она шла там с успехом в Париже, а потом, вероятно, прошло сколько времени? До 2000 какого-то 14-го или 15-го года, в 16-м, что ли, я ездил туда, в Марсель. Приехала делегация из Москвы. Они посмотрели ее, хотя видели, вероятно, картину раньше, и посчитали, что она антирусская совершенно. Это антирусский фильм, а я враг России. Это Мединский же, да, против вас как раз восставал, можно так сказать, против этого фильма. Мединский закрыл мне продолжение «Окно в Париж-2», в котором мы как раз говорили на эту тему. Вот эти дети, о которых говорит вот ваша собеседница из Екатеринбурга, эти дети выросли, сложились у них судьба несчастливого в России. Они не смогли осуществить желание своего учителя, чужого, чтобы стать, вообще говоря, активными участниками изменений в России. Нет, силы были в руках у Путина и других людей. А эти разбереглись, кто умер, на Чеченской войне погиб, кто спился, кто стал наркоманом. Большинство уехали за рубеж и остались там. Ну вот они приходят, окно должно вновь открыться, они приходят своему учителю, и теперь у них другие планы. Это окно можно использовать как, вообще говоря, окошечко для осуществления своих корыстных целей. В него можно, например, продавать мазут. Почему мазут удивляется Чижов? Это же, собственно говоря, такой предмет абсолютно неудобоваримый. Ну что вы, там такая технология, они из этого мазута делают духи. Это же эти высокие технологии. Нет, мы на этом разбогатеем. Он протестует против этого, он закрывает для них такую возможность и начинается борьба между теми, кто хочет открыть это окно и этим хозяевым, у Чижовым, который остался таким же прекрасным человеком, у него теперь другие ученики. Он о них заботится. Это люди, которые в другом, в интернате для сирот, которые не имеют родителей. Он для них как отец, он о них заботится. Он, в конце концов, везет их в Сибирь, чтобы открыть новый Париж. Он оказывается в Париже, но Париж ему теперь не нравится. Это совсем другой город. Это не та мечта, о которой он жил всю жизнь. Он хотел там остаться. Ради детей он пожертвовал своим счастьем. Но теперь, теперь это город, где другие языки, где совершенно другие порядки, где нет того идеала, о котором мечтали русские интеллигенты. Он говорит, ну тогда его надо построить заново. И он пытается строить его в Сибири со своими учениками. В этом пафос фильма. Ну вот, поэтому они уехали туда, в Россию. Потому что там, тогда они были нужны своим родителям. Они же предали их по существу, оставили их. Речь шла о том, что все надеялись на том, что у России другое будущее. Эта картина, окно в Париж, дала многим моим соотечественникам возможность уехать. Они уехали благодаря ей, потому что посмотрели ее. А другие вернулись благодаря его. Что самое удивительное. Когда вы говорите о том, что Бакенбарды, это люди, вы избрали, будучи бандитами, нетерпимыми людьми, по существу банды, избрали на свое пламя, на свое знамя Пушкина, ну точно так же, как крестовые походы с именем Христа, которые совершали преступления, страшные преступления, которые откликаются сегодня вот этим возрождением мугоменданского, мусульманского духа сопротивления. Вот. Так что тут все взаимосвязано. А что касается победения людей и лидеров, то они ведь откликаются на требования времени. Время меняется гораздо быстрее, чем люди. Они остаются верны себе, своим убеждениям, своим заблуждениям. А время, между тем, очень быстро изменяется. И то, как вели себя еще вчера, нельзя вести себя сегодня. Мало кто это может понимать. Это надо быть подвижным человеком. Но человек у власти костенеет, окруженный лестью, людьми, которые его поддерживают, которые связывают с ним свое будущее. Это очень костная, неподвижная система. Вот почему это опасно. Но я очень рассчитываю на то, что мой дом культуры это как раз взгляд в будущее. Потому что культура и искусство это то, что впереди ждет человечество. Это только она показывает людям, что человек не жесток, не так жесток и так ублюдочен, как можно себе представить, если смотреть на то, что творится сейчас в России и в войне. Человек может быть прекрасен, он может быть действительно борщом творением. И он может быть поднять человечество и сделать жизнь счастливой. О чем мечтали мы когда-то. Надо сказать, что бывали такие короткие времена и в России, хрущевские, в принципе, и время перестройки, когда мы думали о будущем как о чем-то прекрасном. Кстати, вот в фильме «Окно в Париж» есть, на мой взгляд, очень сильный эпизод. Ну, для меня, по крайней мере, очень понятный. Потому что я живу в Риге, живу в Латвии, родился в Риге, живу в Латвии. В общем, здесь много русскоязычных, которые либо редко были в России, либо никогда не были в России, но очень любят Владимира Путина. Или, по крайней мере, думают, что любят Владимира Путина. И там вот есть эпизод с предпринимателем. Его исполнял Андрей Ургант, который жил в Париже и который всегда говорил, вот, Петербург, как бы я хотел, отдал бы полжизни и так далее. И когда он привозит его в Петербург, он вообще приходит в ужас и оказывается в истерике, верни меня обратно. Вот это любовь к Владимиру Путину в диаспорах, такая иногда гипертрофированная, какая-то абсолютно лишенная каких-то сомнений. То есть вот прям вот люблю, не могу, но ехать туда не хочу. Вы это почувствовали еще тогда, в 93-м увидели вот эту тенденцию. Как это было? Вот можете рассказать об этом эпизоде? Да нет, мы это все и так понимали. Такие люди были. Надо сказать, что у моего соавтора сценария Аркадия Тягая, отчим и мама, уехали в Израиль, жили в Израиле. Что же вы думаете? Когда он приехал туда, тогда он удивился, что они, собираясь со своими соотечественниками в каких-то клубах, ругают Титраевскую жизнь и вспоминают, как они замечательно жили в России в коммунальной квартире. Жили душа в душу, помогали друг другу, это в коммуналке. Значит, насколько у них была такая дружба, как они вообще с всем делились между собой. Он говорит, мама, ну что ты глупости говоришь, вспомни, какие скандалы, как вы на кухне ругались из-за конфорки, что это происходило. Да ничего подобного. Немножко ссорились и так далее. Это аберрация памяти. Она свойственна большинству людей. Люди вычеркивают то, что неприятно. С Путиным связываются представления о том, что в России они были молоды, у них была любовь с девушками, у них были веселые компании, они дурили, они путешествовали, были туристами и так далее. И вот это вот выливается на царя-батюшку, каким вдруг оказался Путин. Вот это очень простая схема, которая действовала и действует, и сегодня продолжает действовать. Но этих людей трудно очень перевоспитать. То есть, вы знаете ведь, вот чем отличаются люди искусства, писатели, режиссеры, актеры? У них другой взгляд, более цепкий, более пристальный и аналитический на то, что они видят. Они видят, проходя мимо одних и тех же явлений, они видят то, что не видят большинство людей. Вот я вам даже приведу пример. Когда мы снимали, я был вторым режиссером на картине «Порох», замечательная картина про блокаду, первые дни блокады Ленинграда. Снимал ее мой друг, режиссер Виктор Арестов. Когда эта картина была закончена, ее стали показывать, а там страшные несколько дней в Кронштадте. Сюжет должны были привести Порох, чтобы Ленинград мог чем-то обороняться, нечем стрелять было. Поехали в Кронштадт, одну боржу разбомбило, которая везла эти самые Пороха из Кронштадта. И вот они должны вести другую об этом фильм. Когда посмотрели страшные налеты самолетов, падают подстреленные, над ними летят самолеты, падают матросы, выворачивают им тяжки, они кричат, в общем, смерть и так далее, бегут от самолетов. Когда пригласили ветеранов на этот просмотр, они возмутились, да чтоб мы бежали от этих фрицев, чтоб мы так вообще драпали, чтоб мы так боялись. А потом, как там ходят в строю? Смотри, там люди курят даже, в армии нельзя, и так далее. Один только сказал им, да ладно, бросьте вы, ребята, было же так, и курили, и на него посмотрели, как на врага. Это аберрация. Люди судят о войне и о прошлом по фильмам, которые создавались. Эти выдуманные фантазийные фильмы о войне, которые шли вообще огромной рекой. И вот это сознание сохранилось. Почему люди так относятся легко к войне? Они не понимают, что война влечет за собой, а тем более отсутствие информации. Ведь эти пропагандисты говорят только победные всякие реляции объявляют. Но они не дают возможности посмотреть, что такое война на самом деле. Они апеллируют и к этим фильмам. Освобождение, там и так далее. Три танкиста, верные друзья, ну там еще как-то, летающий бомбардировщик. Ну, в общем, множество было фильмов боевых, победных, в которых побеждали наши, всегда грудью встречали смерть, это похоже на кино. Это не очень страшно. Поэтому люди не боятся вроде бы идти на войну. Они ужас испытывают, как только оказываются. Ведь смотрите, что произошло. Какая замечательная история. Люди ехали брать Киев и Украину. Скобеева объявила, что вечером они в ресторане буквально встречаются. Уже в первый день. И вот эти люди, которые везли парадные костюмы, чтобы как-то быть соответственно принять эту победу, вышли и вдруг увидели, что танк ближайший вдруг разбомблен, их товарищей разнесло на куски, других начинают стрелять. Этот ужас охватил их и они бросились, все побросали и оставили целую колонну танков. Ведь поначалу расстреливались эти танки и колонны просто, так сказать, прямым попаданием, прямой наводкой. А эти драпали в ужасе, потому что они столкнулись впервые с тем, что не является кино. Это сознание очень трудно, оно мгновенно человека вводит из себя. Оно лишает его ума, лишает его ничего. То есть он лишается всего смелости, возможность как-то реагировать на обстоятельства. Он просто бежит, чтобы спасать свою жизнь. Вот такова ситуация происходит и с этими мобилизованными, которые не знают этого, они не смотрят этого, у них не хватает воображения. А вот люди, у которых хватает воображения, и они начинают писать правду, их закрывают. Такое искусство не нужно тоталитарному режиму. Всегда было не нужно. Всегда их отсекали, всегда их преследовали, фильмы клались на полку, романы закрывались, устраивались запрещенные выставки, которые громили при помощи бульдозеров и тому подобное. Но это для нас не новое. Кстати, то, что вы в Риге живете, вот для меня Рига связано с очень приятными воспоминаниями. Я был здесь после того, как снял фильм «Праздник Нептуна» с этой картины на фестивале «Арсенал» рижский. Рижский «Арсенал», здесь собрались самые лучшие кинематографические силы тогда России. Это были молодые, дыховичные, там очень много было режиссеров, которые приехали из Москвы, учились со мной, составляли московскую, вообще говоря, актив московской молодой поросли кинематографической. И мне бы особенно приятно, что туда на фестиваль, где показывали «Мой праздник Нептуна», приехал Юрий Михайлович Лотман из Тарту. Умница, профессор, которому можно только поклоняться за его мудрость, учиться у него. И на него произвел этот фильм такое впечатление, что он посвятил целую часовую или полуторачасовую лекцию разборам этого фильма, что было очень неприятно моим соперникам, но тем не менее я храню это воспоминание как одно из лучших в своей жизни. Это связано с Ригой. Я вообще люблю Прибалтику. Рассказывал, как мы ездили с женой и с женой Германа Кармолитой. Я был мальчик с двумя девочками для того, чтобы защитить кинематографистов Эстонии от Невзорова, кстати говоря. От Невзорова и от попыток вызвать конфликт, вызвать восстание, смести правительство для того, чтобы она Эстония осталась в составе России. Все тоже происходило в других прибалтийских странах. Это я помню. Мы выступали, слава богу, этого не состоялось. Тогда мы были с Невзоровым враги, хотя до этого вроде бы относили друг друга симпатией. Мало того, я вам скажу, ведь Невзоров должен был даже играть журналиста в фильме Бакенбарте. Если бы он не уехал по своим делам, наверное, он бы исполнял эту роль. Но поскольку его у меня не было, я решил, что мне гораздо проще самому исполнить ее, чтобы не создавать себе дополнительные трудности. Тем более, я уже здесь снимаю кино. Так это и получилось. Ну вот, вот такая вот ситуация. И теперь, смотрите, я повторяю, время меняется. Невзоров меняется со временем. Он подвижный человек. Путин неподвижный. А Андрей Ургант или Виктор Сухоруков, которые сыграли в ваших фильмах, Ургант играл как раз того самого предпринимателя, о котором я говорил, Сухоруков играл в Бакенбардах. И оба поддержали войну, оба поддержали вторжение. Для вас это стало шоком? Шоковой реакцией. Вы пытались с ними на эту тему разговаривать? Ну, знаете, я вам должен сказать, что пусть не обижаются на меня артисты, но эта категория людей, она все-таки ведомая. Они же исполняют волю режиссера. Они читают чужие тексты. На них нельзя обижаться. Другое дело, обижаются на них, потому что они центровые. Их видят все по телевидению, они становятся кумирами. На самом деле создаются режиссеры. Вот когда режиссер это делает, да, он ответственен за это. Режиссер – человек, который должен понимать много. Он объясняет и смысл пьесы, и перспективу. У него есть сверхзадача. И сверхсверхзадача – это почему я ставлю этот фильм или эту пьесу сегодня, в это время, почему она нужна обществу, какую перспективу он имеет под собой это произведение. Вот это режиссер, актер-исполнитель. Мы ждем от него просто таланта. Иногда талант бывает даже гениальный. Артист сам по себе человек не слишком умен. Я вот делал последнюю передачу про Евстигнеева. Он был человек небольшого ума. Я рассказал про то, как он нас поразил режиссеров на высших курсах. Ну, был очень приятный человек. Но когда он брал роль, которую всегда говорил своими словами, кстати говоря, он преображался. Он становился неизмеримо более умным, хитрым, ловким и так далее. То есть, в нем возникали эти превращения, которые делают эту профессию актерскую чудом неразгаданным никем. Вот поэтому я отношусь к этому очень сдержанно. Да, мне обидно, неприятно, что Сухороков или Орган Сухороков сыграл такого фашистствующего персонажа. Но он артист, он подчиняется. Потом у них есть осторожка. Они боятся... Ну, куда он денется? Он русскоязычный артист, по-английскому говорить не умеет. Без профессии ему ничто. Он остается там. Ему нужно как-то высказаться. А ведь эти корреспонденты требуют... Вот они ведь с Навальному с ножом в горло пристали. Ну, скажи, как ты относишься к этому самому Крыму? Наконец-то сказал, что Крым не бутерброд. Украинцы все обижаются по глупости. Там много дураков, я вам должен сказать. И они обижаются на эту фразу. Но Крым действительно не бутерброд, это полуостров. Так что что тут обижаться? Что касается Навального, все обижаются еще, почему картина получила это так редко удается снять на пленку, как ты разговариваешь по телефону буквально в прямом времени с человеком, который хотел тебя убить. Он о том не подозревает. Это чудо из чудес. Любой кинематографист мечтает о таком кадре. Он и есть в этом фильме. Это замечательно. Да и вообще фильм про замечательного человека, равного которому я в России не могу найти сегодня. Это герой настоящий. Я выступал, когда был в России на его митингах. Я поддерживал его всячески. И когда говорят о том, что он второй Путин, такой же, собственно говоря, диктатор, ничего подобного, он многократно говорил о том, да, в нем есть диктаторский характер. Это правильно, потому что лидеры должны обладать этими качествами. Любой режиссер, если он размазнял, ничего не может сделать. Другой вопрос он сказал. Для того, чтобы я не превратился в какое-нибудь дерьмо такое подобное, я ввожу обязательные правила не более указанного срока года на посту. Крайний случай изберите еще на повторный, но не больше того. И это гарантия от того, чтобы я не превратился в какого-нибудь монстра. Вот он это декларировал, и я ему в этом смысле абсолютно верил, потому что это человек с поднятым забралом, который понимает, что для него его личный комфорт совсем на втором месте. Вот почему я восхищаюсь этим человеком. А все, кто остаются в России, я не имею в виду несчастных, живущих в этих городах в Сибири, в провинции, которых действительно нет никакой перспективы, но эти обожравшиеся москвичи, которых москалями неслучайно звали, вот они, для них комфорт это бог, на который они молятся. Без комфорта они не могут себе представить будущего. Ради этого они готовы придать и продать все. Вот Навальный не такой. Поэтому он для меня герой. Илья спрашивает вас, Юрий Борисович, в былые времена кино, если так можно выразиться, строилось вокруг одного актера-звезды, справедливо ли это суждение, и сейчас громким именем, даже несколькими именами, никого не удивить и в кинотеатр не заманить. Как эти подходы отражались и отражаются на качестве самого фильма, и когда режиссеру проще сконцентрироваться? И как вы думаете, сериалы оттеснили полнометражное кино? Отчего такая популярность сериала? Сериала в принципе, вот такая группа вопросов. Ну, по поводу сериалов начну. Действительно, они вытеснили кино, появившееся два, потому что люди любят привыкать. Ну, поэтому, собственно говоря, и программы регулярные, которые выходят, они гораздо более популярны, чем феноменальный какой-нибудь выпуск, который вы сделаете один раз в месяц или раз в два месяца. Это уже кино, понимаете? Передачи, телевизионные сериалы, они гораздо популярнее, потому что они, в отличие от фильмов, выходят не раз в год и не делаются таким образом. Они выходят ежедневно. И эти герои сериалов становятся их родственниками. Они живут с ними вместе. А эта жизнь гораздо более интересная, чем жизнь с соседями или с коллегами по работе. Вот она очень интересная. Они гораздо больше интересуются их судьбами, чем судьбами своих близких. Это бывало часто. Я помню, такая ситуация была, когда в Молдавии был конфликт с Молдавией, давнишние, это были 90-е годы. И тогда правительство Молдавии хотело отключить московский канал, по которому показывали рабыни Иезаура. Там были просто митинги, там сказали, снесем правительство, если нам отменят эти замечательные сериалы. Вот какова сила такого искусства. Хотя сериал это самое низкое, что можно сказать об искусстве. Это низкое, это творчество для невзыскательного зрителя. Очень скоморожеское, скажем так. То, которое когда-то могли показывать в балаганах. Вот это опускает очень культуру, требовательность зрителя. Если зритель воспитан на таких сериалах, конечно, он высоко не поднимется. Но они, тем не менее, популярнее. Что касается актеров. Почему они идут на популярных артистов? Потому что таких сильных артистов, как раньше, нет. А нет их, потому что нечего играть. Материал это, нет, если брать классический материал, то новые режиссерские форусы соревнуются друг с другом в режиссерских трактовках, импровизациях, которые можно часто назвать импроверзацией. Они ничего не несут, кроме грязных вообще прочтений, связанных с какими-то сексуальными девиациями, какими-то некрасивыми изобретениями, голыми задницами. Все что угодно. Все на продажу, лишь бы это было удивляло, цепляло и было эффектно. Вот такое, конечно, искусство, такое прочтение классики не приводит к ничему. Оно перевоспитывает зрителя. Он сегодня не понимает вообще, что он смотрит. Не понимает, как судить об этом. Пропала критика. Вообще, очень девальвация большая произошла. И театр, и такого искусства в данном случае. Артистам нечего играть и в кино. Поэтому таких больших артистов нет. Да, они не требуются. Не требуются. Заметьте, что даже американские артисты, такие большие, как там, я не знаю, которые раньше играли потрясающие роли. В том числе и Том Круз. Что он сейчас играет? Боевички. Где он прыгает, собственно, заменяет каскадера. Разве требуется? У него были потрясающие картины. И «Человек дождя». И то, где он играет адвоката в армии по поводу преступления армейского. Я не помню, как называлась эта картина. Он там изумительный. Вообще, очень большой артист. То же самое и Ди Каприо. Большие артисты играют маленькие роли, обозначающие каких-то субъектов. По существу, они мало чем отличаются от комиксов. Вот знакомое лицо, его ставят в неинтересную роль боевика какого-нибудь. Только для того, чтобы привлечь зрителя. А он неинтересно. Он не раскрывается. Большие артисты идут поэтому в какие-то малые театры и тренируются здесь, чтобы не потерять вообще профессию. Играют что-то почти бесплатно где-то на Бродвее. Какой-то спектаклик. Вот он в нем участвует с тем, чтобы не потерять свои классности. Вот такая печальная ситуация сегодня. Но, вероятно, это время тоже пройдет. Заменится другим. Ну и в завершение хочу вас спросить. Планируете вернуться в Россию? Или вы сказали... То есть вы сказали стране до свидания или прощай? Вот как вы сами это чувствуете? Скорее всего, прощай. Ну, дело в том, что я не успею. Если бы я был молод, возможно, я бы поставил задачу что-то такое сделать и что-то такое изменить, поменять. Это была бы перестройка. То есть если начнется перестройка новая, всегда есть надежда, что она закончится не так печально, как две предыдущие. Я имею в виду Хрущевскую оттепель и перестройку Горбачева. Возможно. Но у меня другие заботы. Я должен завершить Дон культуры. Это вообще очень большое детище для меня. Хочу его завершить. У меня осталось... Я сейчас работаю над октябрем месяцем. У меня есть еще ноябрь, декабрь. И еще не те, которые были забыты, фигуры, которые я просто пропустил. Там еще на 3-4 выпуска. Вот я завершил. Тогда у меня есть необходимость завершить книгу, которая называется «Люди, гады, жизнь». По аналогии с Оренбурговским «Люди, гады, жизнь». Здесь я рассказываю по существу, делаю портрет общества. Я рассказываю про все, что я знал в разные эпохи. Прожил я много, и у меня хорошая память. Поэтому мои воспоминания о разных эпохах, начиная с Хрущевской оттепели и до сегодняшнего дня, будут рассказывать об общих многих известных людях с той стороны, с которой я их знаю. А это новые стороны совершенно. При этом я не буду стараться. Это делается не для того, чтобы подчеркнуть, какой я замечательный. Нет. Я хочу раскрыть какую-то правду и справедливость, чтобы она восторжествовала, чтобы люди не судили односложно. Все вещи гораздо более сложные. И потом я надеюсь снять картину. У меня много проектов, которые могут заинтересовать американцев, а не международные. Те, которые были, привез я из России, они, увы, безнадежно устарели, потому что Россия обернулась с такой стороной, о которой можно будет забыть только через много десятилетий, если вообще возможно будет возродить ее. Старая культура, безусловно, возродится. Та, которая не востребована сегодня. Если они говорят о российской культуре, в том числе и на Украине, почему-то очень много о ней говорят, хотя не знают ее. И надо сказать, что она великая, и все украинские граждане, которые рождались в украинских городах, почему-то приезжали в Россию, говорили на русском и делали для российской культуры так много, для мировой культуры, скажем так. Великий Гоголь, Булгаков, очень много. Большая часть имен выходит из Украины, потому что мы ее не разделяли. А сколько людей с украинскими фамилиями воюет с русской стороны? Сколько мерзавцев приходят на территорию Украины? Разве забывают об этом украинцы? Как много плохих украинцев живет в России? Вот эта сторона вообще никогда не обсуждается. Говорят о хороших русских, которых подвергают сомнению, а плохие украинцы. Нет, все не так просто. На самом деле есть добро и зло. Я вам должен сказать, что когда меня спрашивают, какие вы фильмы больше любите, для какой аудитории, я говорю, я с детства знал, что есть фильмы хорошие, плохие, сильные и слабые, вне зависимости от возраста, как аудитории или зрители, которые на них приходят. Они действительно обладают достоинствами или нет? Так что много планов впереди, хватило бы здоровья. Но пока здесь я чувствую себя хорошо, лучше, чем в России, потому что питание лучше. Мало того, сейчас скажу вам самое важное. Я здесь гуляю по вечерам и даже по ночам со спокойной спиной. Я сплю, у меня никто не кричит со двора матерные выкрики, пьяные окрики. Когда мне приходилось, живя на гороховой улице в Петербурге, чуть ли не каждый день вызывать в милицию, разнимать там, прогонять со двора какое-то хулиганье, вступать с ними в словесные и даже физические схватки. Потом там вдруг возникали какие-то клубы, где люди всю ночь там бесились, выходили там, употребляли наркоту какую-то. Это было ужасно. По улице гороха выходить было невозможно ночью. Пьяные, мать, матерщина. В метро люди матерились. В электричках люди матерились, устраивались совершенно невероятные спектакли. Когда они раздевались на глазах, я был свидетелем этого, разделили какую-то девицу пришедшую, а потом стали молодые люди ходить с шапкой собирать деньги как будто бы за стриптиз. То есть вот это Россия. У меня масса сюжетов, про нее я могу рассказывать бесконечно. Хотя люди, которые живут в этом, обижаются очень за это, потому что у них операция сознания. У них кроме гордости непонятно за что. Может быть за то, что она такая огромная страна. Хороша фигура, да дура. Вот кроме этого не хватает ничего. Поэтому я люблю русскую интеллигенцию, русских людей, которые создали очень много ценных произведений. Я люблю русских композиторов, русских писателей, русских художников. Я считаю, что это гигантский вклад в литературу. Когда я читаю Джойса, он ссылается на то, что учился у Чехова и Достоевского, и Толстого. Я читаю любых писателей, американских, они опять-таки ссылаются на русских писателей. Они оттуда взяли все это. Как много изобретений дали. Как русская литература дала много гуманистических идей. Она никогда не поддерживала империализм. Там не было имперских писателей. Ни одного из них не сохранилось. Толстой в своей «Войне и мире» осудил войну. Он осудил Наполеона как человека, который толкает тысячи людей, тысячи космосов, каждый из которых, как рассуждает снязь Андрей, лежа на поле австралийца. Ведь я же необыкновенный. Я единственный. Неужели меня не будет? Это небо. Только я его вижу таким. Каждый человек видит его таким. Каждый человек это космос. Об этом говорит. О том, как мерзавец может уничтожать людей. Такой, как Путин и Наполеон. Это Толстой. Достоевский копается в судьбе, в совести. Когда человек не может жить, совершив преступление. Вот что главное в преступлении и наказании. Он не может дальше существовать. А эти могут. Достоевский совершенно не с ними. Хотя Невзоров пытается его всячески порочить. Но Невзоров это человек, о котором я говорить в этом смысле не хочу. Да, он сейчас ценен, он остроумен, он умен. Я ценю его за эти качества. Но все остальное в нем очень большая гниль. Ну а дальше я вам тоже сказать. Это прекрасная музыка, которую обожают и в Японии, и в Америке. Это же создали русские композиторы Рахманинов. Прокофьев, Шостакович. Но это величие необыкновенное. Они не хуже и не лучше, чем западные композиторы. Но они часть той культуры, без которой мы не можем обойтись. И когда я делаю свой дом культуры, я говорю и о них, и обо всех западных художников, композиторов, смешиваю. Я ведь иду по месяцам. Те, кто родились в этот день или близко к этому, они становятся героями моих программ. Я очень рад, что сейчас, после того, как я выхожу на ваши каналы, вот после Маши Максаковой, после вас, у меня значительно прибавляется аудитория. И если их было там 15 тысяч, то я полагаю, что они начнут расти. Это очень важно, не только для меня, потому что, в отличие, скажем, от политических программ, которые закончатся вместе с войной, ну, они уйдут в прошлое, уходят политические события, выходят на первый план совсем другие. А вот это, как энциклопедия, как Википедия, это будет долго, пока человечество существует, потому что об этих людях надо будет говорить, и те, кто познакомится с моим домом культуры, те испытают в нем интерес. Они начнут им интересоваться, читать их, смотреть их картины, слушать их музыку. И вот это для меня самое важное. Вот это подъем культуры, потому что я просто обретаю собеседников. Нельзя жить с людьми, с которыми нет общего языка. Вот эти люди со мной обладают общим языком. И я хочу, чтобы их стало как можно больше. Ну что ж, мы приглашаем всех подписываться на ваш YouTube-канал Дом культуры. Юрий Мамин, режиссер, был с нами на прямой связи сегодня. Благодарим вас за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Спасибо вам. Вы так, что пригласили. Это для меня тоже полезно. Всего доброго. До свидания. До свидания.